Я думаю, что каждый из нас встречался или иногда стоял перед выбором купить настоящую вещь или купить подделку. Купить то, что сделано на 100% из кожи, или то, что сделано на 50% из кожи, 50% что-то другое. Или купить сок, который 100% сок без всяких добавок, или купить какой-то сок, может быть, там, где не 100% сока. Иногда даже этот выбор предстоит перед нами, и мы тогда уже начинаем считать деньги, а сколько это будет стоить. Что-то стоит дороже, что-то стоит дешевле. Что настоящее, то, что не подделка, оно, скорее всего, будет стоить дороже. Подделки, скорее всего, будут стоить дешевле. Иногда мы идем покупать инструмент в Home Depot, а иногда идем покупать инструмент в Harbor Tools. Потому что там дешевле, хотя инструмент может и быстрее использоваться, поломаться, может быть, даже. Иногда мы встречаемся с людьми, которые говорят, что они искренние христиане, а на самом деле мы узнаем, что они подделка. Иногда мы встречаемся с людьми, которые говорят, что я христианин, но на самом деле, когда мы смотрим на их жизнь, и мы говорим, подожди, неужели ты натуральный христианин на 100%? В нашем изучении книги Иакова мы подходим к такому месту, где Иаков задает очень интересный вопрос в 14 стихе. «Может ли эта вера спасти его?» Это 14 стих 2 главы. Мы подошли к 2 главе Иакова, 14 стих. И в начале вот этого отрывка Иаков спрашивает, «Может ли эта вера спасти его?» А разве мы не спасены верою? Спасены верою. Так почему же Иаков до этого говорит, что больше, что польза братьям, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? И некоторые даже проповедники, некоторые течения, некоторые религии даже используют вот это Писание для того, чтобы сказать, нужно побольше делать дел, потому что Иаков говорит, что делами вы спасетесь. Но посмотрите, что нам говорит книга «Послание к Ифесянам», 2 глава, 8 и 10 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие нет вас Божий дар. Ибо мы его творения, 10 стих, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть, если мы возьмем эти два стиха и соединим вместе с тем отрывком, который был только что прочитан из 2 главы Иакова, то можно увидеть какую-то последовательность. А последовательность такая. «Ибо благодатью вы спасены». Во-первых, благодать Божия, да? Благодать Божия, которая проявилась в Иисусе Христе, который умер за нас. Потом через вашу веру вы были спасены. Но и в конце этого отрывка мы читаем, что были спасены для чего? На добрые дела. Его творения созданы во Христе Иисусе, то есть люди, которые уже спасены, созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть, благодать, вера, добрые дела. И это есть вот эта последовательность. Добрые дела. То есть, измененные привычки, измененные поступки, измененная attitude, настроение другое. И настоящая тема вот этого отрывка, здесь Иаков призывает нас, чтобы мы посмотрели на свою жизнь, чтобы мы не посмотрели на жизнь другого. Сегодня, когда мы будем разбирать этот отрывок Писания, я хочу, чтобы каждый из нас посмотрел на себя. Не смотрите там на молодежь, не смотрите на старших людей, не смотрите там на определенные группы людей, «Посмотрите на себя». Второй Коринфянам говорит нам, чтобы мы испытывали себя, чтобы сегодня мы именно посмотрели на свою жизнь. Какую веру исповедую я? Исповедую ли я настоящую веру, или исповедую ли я подделку? Живет ли во мне настоящая вера Иисуса Христа, или живет ли во мне вера, которая ненастоящая, или, как апостол Иаков говорит, бесполезная? Что пользы? Братья мои, если кто говорит, что не имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? То есть, может быть, вера полезная, а может быть, вера бесполезная. Настоящая и подделка, ненастоящая вера. И я хочу, чтобы мы прошлись по этим стихам и просто увидели несколько таких заметок, которые апостол Иаков дает нам, чтобы мы поразмышляли. И первое, о чем говорит Иаков, это то, что истинная вера – это более чем просто разговор. Или истинная вера – это больше, чем просто говорить, что я христианин. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Вера – это то, о чем не только мы говорим, что я верю или что я христианин, это то, что подтверждается делами. Когда я посмотрел на то, сколько христиан живет в Америке, я удивился. Потому что, если посмотреть на статистику, то в Америке 70% людей считают себя христианами. 70% – это большое количество. Это большинство. Когда мы смотрим на Калифорнию, 63% из всех людей, которые живут в Калифорнии, считают себя христианином. Так почему же, когда мы вот слышим о том, какие законы проходят в нашей стране и в нашем штате, почему, когда мы слышим о том, сколько происходит всяких, как можно сказать, crimes, преступлений, почему по телевизору показывается самое грязное, почему, почему, почему так много греха в этой стране, хотя 70% человек, людей говорят, что мы христиане. Если посмотреть 20 лет назад, в Америке 80% людей говорили, что они христиане. И тогда начинаешь задумываться, а где эти христиане? Почему мы их не видим? Почему нету последствия того, что большинство людей в Америке – христиане? Я думаю, что ответ здесь нам дает Яков. Он говорит, что истинная вера в Иисуса Христа – это не та вера, которая говорит, что я христианин. Это та вера, которая делает то, что христианин должен делать. Это та вера, которая исполняет. Истинная вера – это больше, чем чувство. Это более, чем чувство. Посмотрите на 15, 16, 17 стихи. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Вера – это более, чем просто что-то почувствовать. Почувствовать какое-то переживание за кого-то или почувствовать какую-то жалость за кого-то или почувствовать, вот я пришел в церковь, я спел, я чувствую себя героем, все, я готов перевернуть весь мир, выхожу на улицу, а мир остается таким же, и я остаюсь таким же. Это тот пример, когда мы едем на какую-то конференцию или слышим какого-то классного проповедника, Шевченко или еще кто-то, и мы такие зарядились, все, вот это была проповедь классная, вот как раз такую проповедь мне нужно было услышать. Я готов менять жизни людей, чувства, эмоции. Проходит день, ничего не меняется, проходит второй день, все остается на том же месте. Это вера, которая не истинная вера, потому что это вера, которая была построена на чувствах. И Иаков нам говорит, хороший пример дает, говорит, кто-нибудь из вас, если брат или сестра Наги и не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. На 4 июля, когда мы праздновали, у нашего соседа загорелся мусорный бак. И загорелся так, что даже забор начал гореть. И мы уже пошли, мы уже стучим, все, но я представляю, если бы вот я подошел, так горит мусорный бак, и я так смотрю, жалко соседа. О, забор уже загорелся. Ну, сами виноваты. Или, ну, жаль, жаль, что это, да? Жаль, что сгорит сейчас. И ничего не сделал, это означает, что ты просто прочувствовал, может, какую-то жалость, но это не есть истинное, может, какое-то чувство к тому человеку, да? Или если мы сейчас выйдем из церкви, и кто-то из вас упадет, да, и я прохожу мимо, я говорю, жаль тебя, брат, жаль, сестра. Ну, подымайся. И пошел. Истинная вера – это более, чем чувство. Это более, чем просто сказать, мне так жалко тебя, мне так жалко, что ты переживаешь сейчас в жизни, что тебе так трудно в жизни. Ну, давай, иди с миром. Истинная вера, Иаков говорит, это вера, которая имеет дела. Потому что вера, которая не имеет дела, это вера, которая не истинная, это мертвая вера. Третье такое описание истинной веры, которое дает нам Иаков, это то, что истинная вера более, чем верит. истинная вера, это более, чем просто взять и сказать, я верю, или просто верить. Посмотрите на 19 стих, очень интересный стих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Представляете, сравнение такое, Иаков дает нам. Хорошо, что ты веруешь, но ты веруешь, и бес верует. Ты веруешь, и бес верует. И ставит Иаков, христианина, почти на одну, на том же уровне, с бесами. Бесы и сатана знают даже больше о Иисусе Христе, чем мы. Они знают больше о Библии, чем мы. Они были с Иисусом Христом. Когда мы изучали Евангелие, несколько историй из Евангелия от Марка, мы видим очень часто, когда Иисус приходит в какие-то города, приходит в селения, встречается с людьми, и те, которые были одержимы бесами. Бесы начинали разговаривать и говорить, что тебе к нам? Мы знаем, кто ты, Сын Бога. Они знают, кто Иисус Христос. Они знают о Нем, и они верят, что Бог един. Но и мы верим, что Бог един. Но бесы не делают чего? Они не делают того, что Бог бы хотел, чтобы они делали. Они не исполняют то, в что они веруют. Истинная вера, это больше, чем просто сказать, я верю в Бога. Я верю, что Библия настоящая книга. Inspired by God, вдохновенная Богом. Я верю, что Иисус Христос Сын Бога. Сколько людей вы встречали в своей жизни, которые говорили, я верю в Бога. Я верю в Иисуса Христа. На самом деле, жизнь их это не показывала. Многие люди сегодня, как я уже говорил, вот это статистики, говорят, что я верю в Бога. Атеистов очень мало в нашей стране. Атеистов очень мало. Но почему-то вот эта вера, она не видна в жизни людей. Истинная вера, это не просто говорить, что я христианин. Истинная вера, это не просто прочувствовать что-то. Истинная вера, это не просто сказать, я верующий человек, я верю в Бога, я верю в Иисуса Христа. Истинная вера действует. Истинная вера действует. С 20 по 26 стих мы видим, как апостол Иаков очень хорошо так раскрывает нам два примера о том, как истинная вера выглядит. С 20 стиха. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенника Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Иаков дает нам два примера. Один из этих примеров – это Авраам. Если вы помните историю Авраама, когда Бог его призвал. Бог призывает Авраама и говорит, Авраам, иди в ту землю, которую я покажу. Я тебе сейчас не говорю, куда идти, но иди туда, куда я тебе скажу. Оставь все здесь, всю семью и все свое родство, и иди, куда я тебе скажу пойти. И что Авраам делает? Идет. Первый шаг веры Авраам сделал. Он пошел, когда Бог его призвал. И потом Бог ему обещает, я тебе дам потомство, очень большое потомство, да? И потом, когда Исаак уже народился, Господь говорит ему, Авраам, я хочу, чтобы ты принес в жертву твоего единого сына. И Авраам мог сказать, я верю Бог, что ты настоящий Бог, я верю, что ты управляешь моей жизнью, но сегодня я оставлю сына своего в живых. Но Авраам этого не делает. И здесь Яков дает нам такой пример. Авраама говорит, возложив на жертвенник Исаака сына своего, это был пример того, что у Авраама была истинная вера. Вера, которая подтвердилась его делами, его действиями. Посмотрите, как он называет Авраама здесь. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, да? Человек, уважаемый читателями того времени. Надеюсь, что и уважаемый нами тоже. Человек с большим именем. Авраам. Ну, посмотрите, еще один пример, который дает Яков. Человека, о котором мы не часто вспоминаем. Человека, который не называется отцом, народа, да? Человек, который был очень грязным человеком, можно так сказать. В 25 стихе Яков дает нам другой пример. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатов и отпустив их другим путем? В чем проявилась вера Раави? В том, что она поверила, что Бог Израиля – настоящий Бог. В том, что она поверила, что у Бога Израиля есть определенный план. И эта вера проявилась в том, что она приняла соглядатаев, да? Она приняла тех, кто пришли узнать систему города, да? Она спрятала их, и она отпустила их путем, который бы не нашли их. Опять же, мы видим, жизнь наша или наше христианство не зависит от того, насколько мы чисты, насколько мы безгрешны. Наша истинная вера зависит от того, насколько мы действуем впоследствии того, что мы верим. Уже в этом письме, которое пишет Яков, мы уже видели несколько примеров. Яков нам напоминает о вдовах, Яков напоминает нам о сиротах, Яков напоминает нам о важности преодолевать испытания и искушения. Яков напоминал нам в первой части этой главы о том, как относиться к людям без лицеприятия. И это все он подводит к этому стиху, и потом он дальше будет продолжать эти темы. Но он говорит, что наша вера, твоя вера не определяется твоими делами, она выявляется твоими делами. Твоя вера не определяется твоими делами, она выявляется твоими делами, то есть показывается твоими делами. И если твои дела не показывают того, во что ты веришь, тогда Яков говорит, что эта вера, она мертва. Мы используем в русском лексиконе фразу «отвечай за свои слова». В английском есть такая фраза «put your money where your mouth is». «Вложи деньги там, где твои уста». То есть за что ты говоришь, ты должен отвечать. Если ты говоришь, что ты христианин, ты должен это показывать. И если ты говоришь, что ты верующий в Бога, ты должен жить. Это должно быть проявлено в твоей жизни. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. По-настоящему ли я христианин? Какие изменения произошли в моей жизни с тех пор, как я поверил, что Бог, Иисус Христос, есть Бог, умерший за меня? Замечаю ли я изменения в своей жизни? Если я не замечаю эти изменения в своей жизни, может быть, мне нужно что-то изменить в том, как я верю и во что я верю? Многие люди говорят, не имеет значения, что я делаю, главное, что я верю. И это большая ошибка многих тех, которые называют себя христианами. Иаков нам говорит, что очень важно, чтобы твоя вера подтверждалась твоими делами. Очень важно, чтобы твоя вера подтверждалась твоими делами. Еще раз хочу напомнить вот эти стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас – Божий дар, ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Божья благодать может изменить твое сердце, если ты уверуешь. Божья благодать может изменить то, кто ты есть, может изменить твои поступки, твои привычки, твою трудную ситуацию в семье. Божья благодать может изменить характер твой и то, как ты живешь. Божья благодать может это сделать, но если ты уверуешь и будешь поступать по Слову Божьему. И Господь говорит нам, я хочу, чтобы ты познал меня. И когда ты познаешь меня, познаешь эту благодать мою, тогда ты будешь новое творение на добрые дела. Я хочу заметить, что сегодня мы вспоминаем распятие Иисуса Христа на кресте. И мне кажется, очень подходит вот эта тема того, что наша вера должна проявляться на наших делах. Потому что Божья любовь проявилась на деле. Потому что Господь проявил свою любовь к нам на том, что не просто Он сказал, как мне жалко вас, дорогие люди. Как мне жалко востворение мое. Вот если бы вы только вот изменили свою жизнь, вот если бы вы только обратили свой взор на меня, как было бы классно. Потому что я люблю вас. Но Бог не просто почувствовал что-то. Он не просто знал, что это нужно. Он пришел на землю. И Он показал это на деле, на самом деле. И сказал, я люблю тебя. Поэтому я умер на кресте за тебя. И я хочу, чтобы ты познал меня. Я хочу, чтобы ты познала меня. И тогда твоя жизнь изменится. И тогда твои отношения в семье изменятся. И тогда твои отношения с твоими детьми, с твоими родителями. Тогда твои отношения с твоими друзьями изменятся. Потому что Божья благодать изменит твою жизнь. И Бог нам показал, проявил свою любовь тем, что Он умер на кресте за нас, пожертвовав Собой. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились. И в этой молитве, может быть, вы уже давно христианин, может быть, ты уже давно веруешь, но в твоей жизни ничего не меняется. И в твоей жизни эта вера не проявляется. У тебя есть эта возможность сегодня рассказать Господу Богу, сказать Господь. Я знаю, что ты живой Бог, я знаю, что ты спаситель мира, но что-то в моей жизни не так. Пожалуйста, войди в меня, измени меня, подари мне новую жизнь, подари мне вот это изменение в жизни моей. Давайте мы встанем на колени, на ноги, как кому удобно, и мы будем молиться. Я хочу просто дать возможность любому, кто хочет молиться, молитесь, братья и сестры, и мы приступим. К причастию потом. Отечество. Почти. Почти. Отечество. И мы будем молиться, мы молиться и братья и сестры, и мы поможем. Господи, благодарю Тебя, что я был. Благодаря Твоей любви и Твоей жертвы на работе. Благодаря Тебе, Господи, что Ты обращаешь, обращаешь, освещаешь. Господи, и Ты благословляешь меня, Господи, никогда, когда я падаю. Господи, и ты благословляешь мне силы подниматься. И я благодарю Тебя, что Ты обращаешься наше тело. По словам, это желание возможности сегодня в Доме Твоего. Господи, хочу в чистоте Своего сердца и в чистоте Своей крови прикоснуться к этому святому. Я слава Твоей, мой Бог. Аминь. Благодаря Тебя, Господи, и ты благословляешь мне силы подниматься. Я благослови нас и помоги нам, то, чтобы мы стояли. Аминь. Как часто я говорю об одном, а это не видно в моей жизни, Господь. Прошу Тебя прости, очисти, Господь. Я хочу, чтобы Ты жил в сердце каждого человека, который присутствует здесь, чтобы вера, которую мы исповедуем, была истинной верой, Господь, живой верой, которая действует, Господь. Я прошу, чтобы Ты научил нас, Господи. Научи нас приближаться к Тебе, Господь. Я молюсь, чтобы Ты вошел в сердца тех, кто просит, чтобы Ты был в их сердцах и жил в сердцах их, Господи. Я прошу, чтобы Ты услышал нашу молитву и приготовил нас к тому, чтобы мы вспомнили о Твоих страданиях, о том, как Ты показал нам свою любовь. И чтобы, помня это, Господи, мы показывали свою веру и свою любовь к другим таким же образом, как Ты это делал, Господь. Прошу Тебя, научи нас, Господи, жить верной жизнью во славу имени Твоего. Слава Тебе за все. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья. Сейчас попрошу братьев-пасторов, чтобы вышли к столу, и мы будем приступать к причастию. Присаживайтесь.